Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечной Анапе. Мы находимся в Джимате на престижном проезде. Здесь сегодня будем смотреть отель Морская волна. Адрес у него номер 9 и 22, корпус сзади меня. Здесь два корпуса, с правой стороны первый. Он отличается от второго тем, что в нем на первом этаже находится крытый подогреваемый бассейн. Ну а сзади меня вся уже остальная активность и еда. Да, здесь шведская линия, все включено, 5-разовое питание с промежутками, алкоголем, свой пляж, анимация. Давайте подробнее вам обо всем расскажу и покажу. Парковочная зона вокруг отеля. Видите, машинки стоят, которые сюда приехали. Если вдруг не помещаетесь, либо хотите под охрану, туда дальше есть платная парковочная зона. Первый корпус у нас вот он отдельно стоящий. У нас туда вход и там внутри находится бассейн, как я вам сказал. Давайте вам его сразу и покажу. На первом этаже первого корпуса есть бассейн. Время работы с 8 утра до 19.00. Бассейн крытый. Также здесь есть фитобочки, которые вы можете пользоваться. Это все включено. Заходим. Здесь душевые переодевалки, где вы можете раздеться и санузлы. И сам бассейн выглядит вот так вот. Он закрыт. Даже в плохую погоду вам здесь будет тепло и комфортно. Есть места для отдыха. Ну и, собственно, поплавать даже сейчас в палящую жару здесь будет очень хорошо. Бассейн работает с подогревом. С одного ракурса вам хочу его показать. Далее мы выходим из корпуса и идем в корпус номер два. Здесь у нас находится ресепшн. Также с правой стороны у нас имеется детская площадка с прорезиненным покрытием. Вся территория у нас огорожена. Закрывается. Вот сюда по прямой входим на ресепшн. Но сначала покажу вам еще на улице. Здесь территория, на которой проводятся анимации. Есть качель. Добрый день. Меня зовут Карина и я представляю команду аниматоров отеля «Морская волна». У нас здесь проходит как детская анимация, так и анимация для взрослых. Например, с детьми мы играем игры в бассейне, а со взрослыми мы проводим веселые ночные дискотеки. Приезжайте и мы будем рады видеть здесь всех. И отсюда у нас идет вход уже в зону промежуточного питания, из которой вы также можете попасть на шведскую линию. Здесь с левой стороны от отеля есть зона, которая работает постоянно. Перекусов. Это как раз таки промежуточное питание. Здесь также есть алкогольные напитки, которые вы можете прийти и набрать. Вы видите, сколько много столов. С правой стороны есть кофемашина. Здесь есть чайная станция с чаем в ассортименте. Есть соки. Это персик, апельсин и разнообразные снеки. Вот трекер соленый. Также есть пицца, сосиска в тесте, пирожки с мясом, с капустой, булочка с маком, а также по напиткам. По вину здесь 4 вида. Белая, красная и есть сладкая и полусладкая. Всего 4 вида получается. Также есть пиво светлое фильтрованное и шампанское. Режим работы с 10.30 до 8 вечера. И вот вам, пожалуйста, когда это все происходит. Далее в самом отеле есть как пандус, так и лестница. Заходим. Это у нас ресепшн. Здесь прохладненько, работает кондиционер. Есть место, где отдохнуть. С правой стороны находится детская комната. Работа у нее с 8 до 10. И здесь вы можете посмотреть расписание также мероприятий, которые происходят с вами с аниматором. Сама детская комната выглядит вот так. Здравствуйте, детки. И есть игрушки, телевизор, такой вот футбол. И аниматор работает как раз таки с детьми. Далее у нас есть место еще для отдыха. Массажное кресло. Здесь у нас вход на шведскую линию. Перемещение по этому корпусу как на лифте, так и по лестнице, которую вы видите впереди. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в отеле «Морская волна». В отеле есть солевая комната. Здесь на полу соль, на стенах. Выглядит все это тоже очень красиво. Такой полумрак, расслабляющаяся музыка. Ну и все-таки играют в соль. Это прям прикольно. Ну такая вот с углом большая. В общем, красиво. Смотрим с вами 412 номер, 4 этаж. Номер рассчитан до 5 человек. Категория люкс. Прихожая. Здесь есть телефон. Место для верхней одежды с зеркалом. Снизу расположены тапочки. Идем с левой стороны. Тут у нас большая комната. Очень много пространства. С левой стороны шкаф. Двуспальная кровать. Прикроватные тумбочки. Бра. Далее есть раскладывающийся диван. Стол с пуфиком. Переносной стол. Над столом есть телевизор. Сплит-система. И большое окно. Наполнение шкафа. Одеяло. Плечики. Полотенца. Дополнительная подушка. Хочу показать масштаб комнаты. Она действительно большая. Из этой комнаты мы проходим в кухню. Здесь есть кухонная зона. Микроволновка. Плита. Холодильник. Чайник. Набор всей нужной посуды. Вытяжка. Обеденный стол на 4 персоны со студиями. Также есть сплит-система. С правой стороны у нас диван раскладывающийся. И шкаф. Наполнение шкафа. Одеяло. Подушка. Простыни. Тазик. И даже прищепки. С этой комнаты мы можем выйти на балкон. Балкон здесь очень просторный. Есть стол. Два стула. И вид на джемоте. Последняя дверь ведет санузел. Санузел здесь тоже большой. Оборудован ванной. Есть фен. Стойка для ваших вещей. С мыльными принадлежностями. Напротив нее раковина. Зеркало. Унитаз. Стоимость этого номера на пятерых 13430. Это пятиразовое питание. Свой пляж. Хорошая территория. В общем все включено. С алкоголем. Номер 506. Это у нас пятый этаж. С очень красивым видом на море. Заходим в номер. С левой стороны у нас место для верхней одежды и зеркало. С правой стороны есть телефон. Вход в санузел. Проходим в номер. Здесь две кровати. Односпальная и двуспальная. Изголовье. Возле кровати есть полочки для ваших вещей. И брас сверху. С левой стороны стул. Стол. Еще один стул. Над ним телевизор. Набор посуды. В столе есть холодильник. Рядом стоит шкаф. Наполнение шкафа. Плечики. До подеяла. Тазик с прищепками. Также сюда можно выйти на балкон. На балконе два стула. Стол. Место, куда повесить ваши вещи. И вид на море. Смотрим санузел. Здесь унитаз. Раковина. Зеркало. Ванная. С левой стороны это жеркало для ваших вещей. И мыльные принадлежности. Также есть место для полотенца. Стоимость проживания в этом номере 8628. По системе все включено. Сейчас мы смотрим с вами двухместный стандарт. Это другой корпус. Здесь вход по ключу в номер. Заходим. С левой стороны есть место для хранения. Телефон. На правый вход санузел. Наполнение шкафа. Одеяло. Плечики. Далее место для верхней одежды. И сумочница. Проходим в номер. Здесь двухспальная кровать. Прикроватные тумбочки. Бра. С левой стороны есть вот такая тумба. В ней холодильник. Телевизор. Сверху есть плетсистема. Далее идет стол обеденный с набором посуды. И выход на балкон. На балконе есть веревочки для одежды и стульчик. Здесь вы видите, была дальше зеленая территория. Санузел в номере выглядит вот так. Унитаз, раковина, зеркало, мыльные принадлежности и ванная. Стоимость этого номера 6203 рубля. По системе все включено. Второй этаж. Номер 20. Здесь трехместное размещение. Номер стандартный. Смотрим. С левой стороны место для верхней одежды. Внизу сумочница. Дальше идет шкаф. Наполнение шкафа. Одеяло, плечики. Дальше у нас идет обеденный стол с набором посуды. А с правой стороны расположены две кровати. Односпальная, двуспальная. Есть прикроватные тумбочки. Бра. С левой стороны тумба с холодильником. На ней телевизор. Сверху сплитсистема. С этого номера есть выход на балкон. На балконе у нас веревочки и два стула. Вид на престижный проезд. Во всех номерах есть телефоны. Смотрим санузел. Здесь у нас также ванная, раковина, зеркало, унитаз. Набор мыльных принадлежностей. Стоимость этого номера 8070 рублей на троих. На этажах в этом корпусе также имеется кулер с водой и гладильная доска. Третий этаж номер 34. Номер стандарт рассчитан на четырех человек. Заходим. С левой стороны у нас стул, сумочница, телефон, место для верхней одежды, зеркало. Далее шкаф. В шкафу доп одеяло и плечики. Места здесь очень много. С левой стороны односпальная кровать. Далее еще одна такая же и двухспальная с прикроватными тумбочками. Бра. Есть обеденный стол, тумба с холодильником, телевизор, сплитсистема и одна картина. Выходим на балкон. Вид здесь также на проезд престижный. Есть два стула, веревочка и такой вот вид. Санузел в этом номере выглядит вот так. Унитаз, раковина с мыльными принадлежностями, зеркало и ланна. Стоимость этого номера 10900 рублей на четверых. Главное не забывайте, что все номера идут по системе, все включено. Если вам надо кроватка для маленького ребенка, они тоже есть, их вам предоставят за отдельную плату. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна. Я из Белгорода. Вот мы четверо приехали из Белгорода. Как вам отдыхается здесь? Ой, нам здесь так хорошо отдыхается. Мы рано бронировали. Это мы Белгород. Такой, вы же знаете, какой напряженный регион. Мы так хотели, нам куда-то, у нас же все время напряженно. Пенсионеры все. Мы очень там активная жизненная позиция у нас. Мы там хоть ведем сети. Салфетки, солдатские привалы есть. Мы очень активную жизненную позицию там занимаем. И вот мы сюда приехали, мы забронировали. В конце февраля, чтобы дешевле было пенсионерам нам. И мы приехали, нам здесь так хорошо. Мы во многих местах везде были много. Но здесь, да, это вот действительно хорошо. Мы гордимся Россией. Мы были за рубежом. Там действительно же там все включено. Ля-ля-ля, там вино наливают. Здесь мы сейчас пишем и всем своим говорим, что здесь Россия. Это супер. У России великое будущее. Все будет хорошо. Не надо ездить за рубежом. Надо здесь у нас. В морской волне. Да. Поддерживает нашего российского сервиса. Да. Вообще хорошо. Супер. И вино наливают, и шампанское наливают. Вот не верят. Вы представляете? Не верят, что в Анапе, в Краснодарском крае, у нас такой теперь сервис. Вот так мы говорим. Вам хорошего отдыха. А самое главное, белгородцам всем желаю скорейшего, мирного неба во душе. Спасибо. Вам тоже успехом. Будем еще приезжать. Во втором корпусе находится ресторан в шведской линии, в которой как раз таки и происходит питание. Здесь зал у нас довольно-таки большой, просторный. Это сама раздача. В основном люди выходят туда на веранду, где промежуточное питание покушать. Ну, кто хочет садиться здесь поближе, так сказать, к еге. Давайте оценим, что здесь есть. У нас суп харчона первое, гороховый суп и бульон. Также есть зелень, добавка к нему. Рядочком посуда. Далее идут овощи свеже нарезанные. Перечислять не буду. Я думаю, вы все сами прекрасно увидите. Также есть зелень, есть ясалата, разнообразные соусы. Причем их здесь очень большой выбор. А также масла и соевый соус. Далее идут соленья. Это и морковка, и кабачки, и перец мой любимый, и цветная капуста с морковкой, и спаржа, баклажаны. Далее фрукты. У нас бананы сегодня, абрикосы и груши. Также есть микроволновая печь, если вдруг вам что-то надо подогреть. Ну, перекинемся на сладкий уголок. Здесь вы можете увидеть, сколько разнообразных сладостей вам сегодня предлагают. А теперь основное место, где вы будете набирать себе еду. Здесь есть хлеб, салат овощной, салат из пекинской капусты с яйцом, салат свекольный с сыром, шпроты. О, тысячу лет не ел такое блюдо. Горбуша с овощами, тушеная капуста, фрикассе, макароны. Для деток вот самое лучшее. По всем шведским линиям хожу, и что вы думаете, дети едят просто горами эти макароны. Пельмени, каша пшеничная с грибами, купаты и цветная капуста. Есть возможность набрать воды питьевой, и также есть уголок с чаем и кофемашиной. Тут даже лимончик для чая, а также есть выбор соков от из такого аппарата. Набрали еду, вышли либо туда, либо здесь присели. Давайте продегустируем. А как же без кофе-то, ребята, чтобы я и без кофе. Под чай, он не показывает что-то, тут общем, гринфилд, молочный лун и красные ягоды. Так, ну что, чуть-чуть поднабрал я, практически все покусывать, сладостей даже половины не взял. Их тут слишком большое разнообразие, я думаю, я лопну. Если что, простите, и отходите. Да, начнется с нами ваша дегустация. Первый мы будем пробовать суп харчо. Давно не ел. Все как надо, ребят. И рис не разваренный, и все капказские специи. И мясо очень вкусное. Молодцы, повара, вкусненько. Поехали по соленьям. Капуста цветная с морковкой. Очень вкусно. Спаржа, тоже кайфовая, я ее очень люблю. Баклажаны, очень вкусно. Хотел сказать, что, ну, почти как мама готовит. Кайф, соус тест кайфовый. Помидорчик свежий. Помидоры достаточно вкусные. Мой любимый перец. И все хотели, наверное, здесь самые острые. Спасибо, забирайте. Девочка подошла, сразу забрала посуду, за что ей спасибо большое. Вот здесь хоть не горчицу хапанул. Икран заморская, баклажанная. Так, соусом чуть-чуть в стороночку отставим. И продегустируем второе блюдо. Пельмешки. Интенеры, оставившие отзыв, отмечают день рождения. А у них тут все для этого есть. И шампанское, и другие напитники. Красота. Пельмешки. Вкусно. Соус красный мне понравился, белый. Тоже кайфовый. А также здесь я впервые встретил сырный соус. Детки были участвовали в это реально сырный соус. Кашка с грибами. Интересно, найдем мы хоть что-нибудь? Будет невкусно. Пельмени вкусные и сварим идеально. Курочка с грибочками прям восхитительная. Капуста отварная. Цветная и вкусная. Морковка. Тоже с оленей. Очень классная. Как мне радует, что она поостается курортом для отдыха семей с детьми. Вот здесь я сижу, переди меня два стола. Там большая семья, двое детей. Мама, папа. Мама с ребенком. Дальше там папа, мама, доченька. Ну и пенсионеры наши отдыхают. Это же вообще великолепно. Тоже очень вкусно. Что хочется сказать, ребята. В этом отеле никто не знал, что я приду. То есть здесь, в принципе, вся еда. Готовится здесь каждый день. Я клянусь, не вру. То есть вы видите все по факту. Читаю отзывы о том, что обзоры проплачены. Да, это моя работа. Я на этом становлюсь более финансово независимым. Но при этом ни в одном отеле мне никто не говорил. Снимай вот это. Это не снимай. Я показываю то, как я это вижу. Вот мы с вами пришли. Посмотрели раздачу. Попробовали. Все. Это так же делается для вас. И вы видели, как это выглядит. Это важно. То, чтобы вы потом не по фото смотрели. А по факту, как оно сейчас есть. Потому что получая такую информацию, вы, в принципе, нигде больше и не увидите. Так как кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Это жизнь. И это нормально. Вы посмотрели, как выглядят номера. Посмотрели, как выглядит столовая. Пляж, развлечения, если успеваю их показать. Ну, тут аниматоры работают. Бассейн. То есть, и вы принимаете решение на том, верить своим глазам, ехать сюда или нет. Это для меня было очень важно, создать большую такую базу разнообразных отелей. И в этом году я очень рад, что это получается. Все, что я раньше придумал, температура моря, прогулки по Анапе и так далее. Это тоже будет на канале. После того, как мы подснимем все отели, которые изъявили желание, как говорится, попасть ко мне на обзоры. И это снимают там миллионы человек. Но мне, многие, кто меня смотрит давно, знают, что я прям ходил, всегда мечтал о том, чтобы собрали как можно больше базовых отелей. Чтобы мой контент был как можно более полным. И вот снимая такие видео, я считаю, что делаю очень важное дело для тех людей, которые к нам приедут. И спасибо ательерам, которые откликаются и приглашают меня в отель от души. Самое главное условие, что я показываю, все как вижу. И они на это соглашаются. Потому что все теперь уже не ценовой политикой, не какими-то плюшками, а сервисом соревнуются между собой. Так, мы продолжаем дегустацию. Вы не поверите, я, наверное, из всего меню больше всего хотел вот этот бутерброд скушать. С огурчиком, с рыбкой. Все еще с тоусом песто. Салат свекольный отличный. Пекинская капуста яйцом. Тоже очень вкусный. И колбаска там еще. Я очень люблю тушеную капусту. Жалко, что для того, чтобы попробовать, постараться попробовать все меню, мне приходится вот по чуть-чуть все убрать. Я бы тарелку капусту взял и вот той курицы с грибами. Это было бы просто топ. Лично для меня. Как же я люблю. Какая она тут вкусная. Все показать. Вот парень ходит, тоже собирает посуду. Тоже ко мне подошел, забрал одну старелочку. У меня камера перегрелась. К сожалению, этот момент не снял. Была еще красная рыбка. Она прям растаяла. Я не виноват. Горбуша очень классно приготовленная тоже. Но мне осталось только сладости продегустирует. Собственно, и на этом мы будем уже заканчивать нашу трапезу. Друзья мои. Парень забирает. Спасибо большое. Моя прелесть. Самая вкусная халва. Как я это еще лет не ел. Пахлава. Такие вкусные штучки. Они с соусом внутри. Вообще все вкладочки классные. Корзинка с орешком сверху вообще залетела. Последний тортик. Бавлюсь я на мысль опять, что дольше всех ем. Потому что еду у меня больше вся. Самая вкусная дружба этого лета. Представьте. Неожиданно. Абрикосик. Не знаю, зачем я взял банан. Отзыв. Вкусно. Понравились все блюда. Я только два первых блюда не попробовал. Все остальное под надкусал. Такого обеда хочется идти в номер спать. Мемера вы сами уже посмотрели. Есть разные. Все под ваш выбор. И какие-то немножко дорожки. Немножко вещевле. Более полную картину при бронировании. Узнавайте, уточняйте. Все показал по факту. Никто не мешал. Не говорил там что-то. Не снимай. Пора на море. Пойдемте. По традиции выхожу с раздачи. Ребята, вы видите, что все наполнено. Стоит парень, контролирует этот процесс. Полчаса уже прошло. Фрукты, соленья, овощи, сладости. Все по местам. Здесь очень вкусно. Очень приятно. И хочу показать, как люди едят. Не только здесь, чтобы вы понимали. Но и здесь на улице. В зоне перекусов, которую я вам показал ранее. В столовую можно попасть также из зоны перекусов. Также и сюда выйти, поесть на этой веранде. Здесь просто навес и какое открытое пространство. Здесь тоже очень комфортно. После пляжа вы можете воспользоваться ногомойкой. И советую вам это делать. Не носите себе в номер песок. Это важно. Здесь заявляют о том, что до моря вам идти 4 минуты. Собственно, туда мы отправляемся. Ну, пожалуйста, детки катаются на качельках. Тут по прямой. Идти здесь крайне близко. Только что встретил своих подписчиков, которые у меня были на фотосессии. Причем 2 дня подряд их встречаю в этом районе. Мне это место нравится. Как и многим моим подписчикам, туристический пароход довольно-таки часто пользуется популярностью среди них. Потому что здесь не так уж и много людей. Ну и пароход сам по себе такой довольно-таки спокойный. Вот у нас орехи наши грецкие растут. Красота и уют. Здесь, кстати, находится как раз-таки платная парковка. Прямо вот рядышком с отелем. 4 минуты до моря. Я им прям верю. Потому что вот тут финт ушами, друзья, такой пароход. И уже вот там отели, рядом с ними море. Это наши винограднички. Зелененький, правда, еще, но скоро поспеет. Чуть осталось. Далее здесь есть два парохода. Но на самом деле вот я хожу, вам рассказываю про инфраструктуру. О том, что там есть столовая, там есть фрукты, овощи. Вот я пришел, сейчас поел. Конечно, чего-то там экзотического, если вдруг захочешь, там, он бы может сходить в кафе, бары, рестораны. Ну, а так, еда такая, что я вот еле ползу на пляж. Все было очень вкусно, питательно и сытно. Ну, если что, здесь на проходе тоже все продается. Что вам надо, а может быть, не надо. Доходим до Перекресточка. Здесь у нас есть столовая Снегири. Говорят, тоже вкусная. Вчера я снимал на столовой впереди обзорчик. Можете посмотреть отель Галатэ. Там на эту столовую вы увидите обзор. Пивной причал здесь находится. Еще фрукты, овощи продаются. Без ценников, правда. Просто, значит, выставка. И, собственно, вот сюда уже к морю. Тут тоже всякие сумочки, шляпы для моря, если вам это надо. Не взялись с тобой. Вот эта столовая была вчера на обзоре. Хорошая качество обслуживания. Могу вам ее советовать. Было классно. Здесь у нас вина продаются. Свежая лукочка. И мини-маркет-магазин. Ну, и, собственно, сам выход на пляж. Красота, друзья. С левой стороны фрукты, овощи. Персики по 200, чересня 180. Разные еще надуважки. Кукуруза горячая по 80. Вкусняшки. Пляж Джимоте-1. С правой стороны продают, ребята, разнообразные напитки. Класс. 0,2 литра за 27 рублей. И в этом году вы видите, как видоизменился этот проход к морю. Единственное, конечно, портит эта стройка. Но все огородили, сделали красиво. Подсветочку натянули. Справа есть у нас переодевалочки, батуты, барная территория. Ну, и нам совсем немножко до пляжа остается уже и море. А нам надо влево пройти по этому трапу, рядышком с баром. Как раз-таки здесь находится пляж отеля «Морская волна». Он подписан, не ошибетесь. Вот они лежаки, на которых вы располагаетесь, дорогие друзья. Ну, всегда интересуются, где все. А где люди? Почему все пусто? Так, на часах у нас 2 часа. В принципе, очень жарко, наверное, поэтому никого здесь нет. Температура воздуха 38,6. Такие дела. Здесь есть мусорки. Все благоустройство, которое вам, в принципе, только может понадобиться. Вот они. Те самые мы подписчики с фотосессии. Как вам отдыхается последний день? Отлично. Это прекрасно. Лежачки почем здесь? 4 тонн. Вот так вот. Если брать с абонементом, можно взять дешевле. И вам здравствуйте. Как вам сегодня отдыхается? Сегодня получше. Спасибо. То есть теплее? Да. Видео посмотрели про себя? Нет. Эх вы. Я думаю, что просмотров так мало? Мы смотрели бы в Галате и уходили. Вот там после этой Галате и там как раз таки и обзор на эту столовую. В одном видео. И сегодняшнее видео будет называться «Морская волна». Смотреть. Хорошего отдыха. И вам удачи. Спасибо. Под берегом мы видим стоит немножко зеленушки. Туда дача. Смотри, что за пирсом почище. Ну, все по-честному. Рассказываем, показываем, ребятки. Пройти буквально четыре шага. И в Джамате у нас пляжные территории крайне плавно уходят в море. Поэтому для детей это будет не какой-то там, знаете, БББ. То есть, в принципе, водоросли зелененькие, прекрасные. И вы спокойно заходите дальше. Сейчас единственным таким условием, почему мало людей в море купаются, это то, что водичка прохладная. Но осталось один или два дня. И она уже будет хорошая. Сейчас я только что от ребят, моих подписчиков, которые вчерашнего обзора были, слышали, что вода гораздо теплее. Над морем. Тридцать восемь и один. И опускаем градусник. И за всем, как говорится, следим и вдим. Водичка, да? Кристалл просто. Эх, она пушка, ты пушка настоящая. Прекрасно. Здесь есть пирс. От него отходят разнообразные экскурсии. В том числе, допустим, на Большой Утрич, на Большом Теплоходе можно сходить. Есть в прокате катамараны. Ну и, в принципе, пляжные территории, я как и говорил, здесь не сильно загруженные. Потому что людей здесь отдыхает гораздо меньше. А вот туда дальше можно увидеть, там прям уже столпотворение в воде. Вот сейчас мои подписчики подходили, сфотографировались и говорят, с той стороны пирса вода еще чище и теплее. Показывают 19,5. Но вода пятнами, ребят. Вот я здесь стою 19,5, чуть-чуть туда 19,7. В ту сторону я отходил, там было 18,7. То есть, один градус перепада ощущается в воде прям очень сильно. Но самое главное, что море начало прорываться. Все, как я обещал. Еще буквально два дня. Сегодня, кстати, последний день. Ветер продувает, он сейчас усилится. Северная, потом будет тишина и красота. А когда придут ежики, море будет просто кипяток. В общем, мои дорогие, очередной отель с отличнейшей инфраструктурой. Питание восхитительное. Вот отвечаю. Я просто сам попробовал. Мне все понравилось. Отдыхающие, вы сами слышали, как восхваляют это место. Они счастливы, что сюда приехали. По цене уже по каждому, по кошельку смотрите сами. Мне пишут, показывай бюджет, ребят. Бюджеты на канале очень много отснято. Смотрите частного сектора просто вот так. Со всеми номерами телефонов напрямую. И в начале этого сезона, и за прошлые годы. Все актуально, все работает, друзья. Ну, в основном, хотелось бы сказать вам всем. Мирного неба от души и хорошего отдыха для вашего тела и вашего сердца. Ну, а я вас жду здесь. Видите, здесь оно параллель. Надеюсь, в скором времени мы закончим снимать отели и возобновим с вами прогулочки в прямых эфирах. Ну, я хотел бы, чтобы больше было отелей. Потому что отснять весь комплекс услуг в Анапе для меня было бы как бы очень круто. Ну, мне в принципе без разницы, что делать. Главное, чтобы вам было тепло и уютно. Ну, и как всегда, по традиции для вас море, дорогие друзья. Главное, чтобы вам было тепло и уютно. 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 Продолжение следует...